Всем привет! Сегодня разберем вариант профиля математики, который проходил в резервный день 20 июня 2024 года. Московский регион. Задание с 1 по 12. Задание номер 1. Площадь параллелограмма АВСД равна 189. Точка Е – середина сторона АД. Найдите площадь пропеции ВСДЕ. Дополнительное построение. Проведем через точку Е прямую ЕФ параллельную, соответственно, СД. Тогда ВФ равно ФС и АЕ равно ЕД. Также соединим точку Ф с точкой Д. Тогда наш параллелограмм, то есть площадь нашего параллелограмма, будет состоять из четырех треугольников. Причем эти треугольнички будут равны. Первый треугольничек, второй треугольничек, третий треугольничек, четвертый треугольничек. Они все будут равны по трем сторонам. АВ равно СД как противолежащие стороны параллелограмма. Соответственно, ВЕ равно ФД. И, как я уже сказала, что ВФ равно С и АЕ равно ЕД. Ну, а раз будут равны эти треугольники, то будут равны их площади. То есть это есть четыре площади треугольника, например, 1. И это есть 4Х. Пусть площадь треугольничка этого будет у нас равна Х. Известно, что площадь параллелограмма равна 189. Тогда отсюда мы найдем Х. Мы 189 поделим на 4. Запишем эту величину в виде дроби. Это будет 189 четвертых. А нам нужно найти площадь трапеции ВСДЕ. Выделим ее. Таким образом, наша трапеция будет состоять из трех наших треугольников, о которых мы сегодня говорили. То есть площадь трапеции ВСДЕ равна 3 умноженное, соответственно, на 189 четвертых. Но если мы, соответственно, 189 поделим на 4, у нас получится, соответственно, 47,25. И 3 мы умножим на 47,25. В результате у нас получится 141,75. И это число мы записываем в наш бланк. 141,75. Переходим к заданию номер 2. На координатной плоскости изображены векторы А и В. Найдите длину вектора 2А минус В. Для того, чтобы найти длину вектора 2А минус В, мы должны знать координаты вектора А. Пусть это точка А1, начало вектора, это точечка А2. У точки А1 координата 1,2. У точки А2 координата 2,1. Чтобы найти координаты вектора А, который равен, соответственно, вектору А1, А2, мы из координаты конца вычитаем координаты начала. И у нас получается 2 минус 1, 1 минус 2. Итого 1 минус 1. Значит, координаты вектора А мы знаем. Тогда координаты вектора 2А мы все умножаем на 2. В результате у нас получается 2 минус 2. Это координаты вектора 2А. Теперь давайте найдем координаты вектора В. Пусть у нас начало вектора – это В1, конец вектора – это В2. У точечки В1 координата 1, 2, 3, 4, 5, 5. И, соответственно, мы поднялись еще на 1. То есть это будет 5, 1. У точки В2 координата 1, 2, 3 и вверх 2. То есть 3, 2. Чтобы найти координаты вектора В, которые равны вектору В1, В2, мы из координаты конца вычитаем координаты начала. У нас получается 3 минус 5 и 2 минус 1. Получается минус 2, 1. Ну, а теперь нам нужно найти координаты вектора 2А минус В. Получается, вектор с координатами 2 минус 2 мы вычитаем вектор с координатами минус 2, 1. Из х вычитаем х. Получается 2 минус минус 2 – это будет плюс 2, то есть 4. Минус 2 минус 1 – это будет минус 3. Ну, а нам нужно найти длину вектора 2А минус В. Чтобы найти длину вектора, мы знаем, что если вектор А имеет координаты х и у, то длина вектора А вычисляется по формуле корень квадратный из х квадрат плюс у квадрат. И у нас получается корень квадратный 4 в квадрате плюс минус 3 в квадрате. Получается 16 плюс 9 – это будет 25, и корень из 25 – это 5. И это число мы записываем в бланк. Переходим к следующему заданию. Конус вписан в шар. Радиус основания конуса равен радиусу шара. Объем конуса равен 6. Найдите объем шара. Объем конуса у нас формула. 1 третья площади основания умноженная на высоту. То есть 1 третья πr квадрат h. Если мы с вами посмотрим на чертеж, это радиус и, соответственно, это радиус. Поэтому высота нашего конуса равна радиусу. Получается 1 третья πr квадрат мы умножаем на n. То есть будет 1 третья πr в кубе. И этот объем конуса у нас равен 6. Тогда отсюда πr в кубе будет равно 6 умноженное на 3, то есть 18. Такая подстановочная задача. А что нам надо найти? Нам нужно найти объем шара. Объем шара равен 4 третьих πr в кубе. Но так как πr в кубе мы знаем, мы подставляем эту величину сюда, и у нас получается 4 третьих умножаем на 18. 18 и 3 сокращаем, это будет 6. Итого 24. И это число мы записываем в наш план. 24. Переходим к заданию номер 4. В чемпионате по гимнастике участвуют 50 спортсменов. Всего 50 спортсменов. Из них из России 17. Из США 22 человека. Остальные Китай. Остальные. Найдите вероятность того, что спортсменка, выступающая первой, окажется из Китая. Неважно какая, первая, третья, последняя. Главное, что она из Китая. Вероятность – это есть отношение благоприятного числа к общему числу. Общее число спортсменок у нас 50. А вот теперь нам нужно выяснить, а сколько у нас из Китая. Поэтому мы из 50 вычитаем сумму спортсменок из России и США. 17 плюс 22. То есть 50 минус 39. И у нас получается 11. Это число 11 мы подставляем вместо им. Получается 11,5. Но нам нужно записать ответ в виде десятичной дроби. Мы домножим на 2. Это будет 22 сотых. Поэтому в ответе 0,22. Переходим к заданию номер 5. В коробке 7 синих, 3 красных и 5 зеленых фломастеров. Синих – 7, красных – 3, зеленых – 5. Случайным образом убирают два фломастера. Какова вероятность того, что окажутся выбраны один синий и один красный фломастер? То есть нам нужно выбрать один синий и один красный. Главное, чтобы это был синий и красный. Поэтому у нас возможны случаи. Какие же случаи? Мы можем выбрать первый синий и потом один красный. Или один красный и один синий. Потому что их тоже будет соответственно. То есть нам не важно, главное, чтобы был синий и красный. То есть четкого порядка нет. Задача, в которой мы будем использовать понятие условной вероятности. Сколько всего у нас фломастеров? 7 плюс 3 плюс 5 – это 15. Давайте расписывать все. Первый случай. Первый синий всего 15. Синих 7. Вероятность того, что мы вытащили первый синий – 7,15. Но теперь у нас уже фломастеров не 15, мы один вытащили. То есть всего у нас 14. Дальше у нас идет один красный. А красных у нас 3. Так как мы вытащили один синий и один красный, союзки – это из правила произведения. Поэтому мы 7,15 умножаем на 3,14. Это первая наша строка. Дальше у нас идет второй случай. Первый красный всего 15. Красных – 3. Вероятность того, что первый красный – 3,15. Но теперь в коробке уже не 15 фломастеров, а 14. Синий мы не трогали. И то, что мы вытаскиваем второй синий – 7,14. Между ними стоит союзь и, поэтому мы 3,15 умножаем на 7,14. Но так как возможен или первый случай, или второй, мы полученные вероятности складываем. И у нас получается тогда 21 мы делим, соответственно, на 15, умноженное на 14. И плюс 21 мы делим на 15, умноженное на 14. В результате получается 2, умноженное на 21. Я не перемножаю 15 на 14, я начинаю сокращать. Сокращаем 21 и 14 на 7. Это будет 3, это будет 2. 2 и 2 сокращаются. 3,15 сокращаем на 3, это будет 1,5. А 1,5 – это есть 0,2. Поэтому в ответе мы записываем число 0,2. Переходим к заданию номер 6. Найдите корень уравнения. Логарифм 4 минус х по основанию 13 равно логарифму 10 по основанию 13. Так как это логарифмическое уравнение, мы начнем с области допустимых значений. Мы знаем, что под знаком логарифма выражение всегда положительное. Значит, 4 минус х больше 0, значит, х меньше 4. Далее мы видим, что в левой и в правой части одинаковое основание. Поэтому потенцируем, то есть отбрасываем логарифмы. У нас получается, что 4 минус х равно 10. Значит, х у нас будет равен 4 минус 10. Значит, х равен минус 6. Ну, с учетом УДЗ у нас все подходит. Поэтому в ответе мы записываем, соответственно, число минус 6. Переходим к следующему заданию. Найдите значение выражения корень из 11 минус корень из 7 умножить на корень из 11 плюс корень из 7. Выпишем выражение корень из 11 минус корень из 7. Мы умножаем на корень из 11 плюс корень из 7. Мы видим, что у нас не что иное, как формула сокращенного умножения. Произведение разности двух выражений на их сумму. Сворачиваем по формуле. У нас получается корень из 11 и все это в квадрате минус корень из 7 и все это в квадрате. У нас получается 11 минус 7. Итого 4. И в ответе мы записываем 4. Переходим к следующему заданию. На рисунке изображены график функции у равной f от х и касательной к нему в точке с абсцессией х0. Найдите значение производной функции f от х в точке х0. Вспоминаем геометрический смысл производной функции. Мы знаем, что коэффициент нашей касательной равен значению производной функции в этой точке. И он будет равен тангенсу угла наклонка с этими. Первое. Мы видим, что наша касательная возрастающая функция k больше 0. Далее мы находим красивые точки. Это узлы клеток. Достраиваем до прямоугольного треугольника. И находим угол между касательной и катетом параллельным оси Ох. Значит, мы видим, что этот угол… Нам нужно найти тангенс этого угла. Тангенс будет равен отношению противолежащего катета к прилежащему катету. И у нас получается, соответственно, 1, 2, 3, 4, 5, 6. А здесь 1, 2, 3. Мы 6 делим на 3. Итого 2. И в ответе записываем число 2. Переходим к следующему заданию. В ходе распада радиоактивного изотопа его масса уменьшается по закону. m равно m0 умноженное на 2 в степени минус t мало, деленное на t большое. m0 – начальная масса изотопа t. Время, прошедшее от начального момента. t – период полураспада. В начальный момент времени масса изотопа равна 128 мг. То есть m0 – 128 мг. Период его полураспада – это 3 минуты. Значит, t большое равно 3. Найдите, через сколько минут масса изотопа будет равна 1 мг. То есть наше m равно 1. Мы все подставим в нашу форму. И в результате у нас получится показательное уравнение. То есть у нас получается 1 равно 128 умноженное на 2 в степени минус t малое, деленное на 3. Выразим 2 в степени минус t, деленное на 3. Это будет 1 128. Мы получили показательное уравнение. 2 в степени минус t, деленное на 3, равно 128. Это 2 в седьмой. В результате получается тогда 2 в минус седьмой. Отбрасываем наше основание. У нас получается, что минус t, деленное на 3, равно минус 7. Значит, t равно 21. И это число мы записываем в наш бланк. Переходим к следующему заданию. На изготовление 345 деталей первый рабочий тратит на 8 часов меньше, чем второй. Рабочий, который изготавливает 483 детали. Известно, что первый рабочий за час делает на 2 детали больше, чем второй. Сколько деталей за час делает первый рабочий? В составе математическую модель. У нас есть два рабочих. Первый и второй. При этом, что мы знаем? Мы знаем работу. Первый рабочий, второй рабочий. Производительность. Это то, сколько мы делаем детали, соответственно, в час. Время, которое у нас идет в часах. И работа, которая идет в детали. Я, как правило, всегда читаю вопрос-задачу. Это величину обозначаю за х. Сколько деталей за час делает первый рабочий? Пропишем это. Пусть х деталей час делает первый рабочий. Значит, это его производительность. Сказано, что первый рабочий за час делает на 2 детали больше, чем второй. Тогда второй будет делать на 2 детали меньше. Первый рабочий изготавливает 345 деталей. А второй, соответственно, 483 детали. Чтобы найти время, мы работу делим на производительность. Поэтому первый пустотный прямоугольник у нас будет равен 345 деленное на х. Второй пустотный прямоугольник – 483 деленное на х минус 2. И где же у нас фраза, по которой мы составим уравнение? Первый рабочий тратит на 8 часов меньше, чем второй. То есть время второго рабочего больше, чем время первого рабочего на 8 часов. Чтобы из этого неравенства сделать равенство, мы из времени второго вычитаем время первое, получаем 8. Получается 483 деленное на х минус 2 минус 345 поделить на х и равно 8. Запишем область допустимых значений. Эта задача может пригодиться у членков 9 классов. А там вы должны все подробно расписать. х не равен 0, х минус 2 тоже не равно 0. Значит, х не равен 0 и х не равен 2. К общему знаменателю. Первую дробь домножаем на х, вторую дробь на х минус 2 и восьмерку домножаем на х квадрат минус 2х. После этого знаменателю отбрасываем. 483х минус 345х плюс 690. И все это равно 8х квадрат минус 16х. Перенесем из левой части вправо и запишем справа налево. У нас получится 8х квадрат минус 16х. 483 минус 345 – это будет 138. Перетаскиваем в правую сторону. Это будет минус 138х. И, соответственно, минус 690. Все это равно 0. Получается 8х квадрат минус 154х и минус 690. Все это равно 0. Поделим все на 2. Чтобы упростить наше уравнение, получится 4х квадрат минус 77х и минус 345. Решаем это уравнение через дискриминант. Дискриминант равен минус 77 в квадрате минус 4 умножаем на 4 умножаем на минус 345. Числа достаточно немаленькие. 77 умножаем на 77. Это будет 5929. 4 на 4 – 16. 16 мы умножаем, соответственно, на 345. Это будет плюс 5520. В результате у нас получается 5929 плюс 5520. У нас получается, соответственно, 11449. Если мы извлечем корень, это будет 107 в квадрате. Находим наши корни. х1 минус b, то есть 77, плюс 107 и делим на 2а, то есть на 8. 77 плюс 107 у нас получается 184. Мы делим на 8. У нас получается 23. И второй корень, соответственно, это 77 минус 107 и поделить на 8. 77 минус 107 – это будет у нас 30. И 30 мы делим на 8, соответственно, минус 3,75. Ну, мало того, что оно у нас отрицательное, да еще и дробное. Количество деталей, конечно, мы такое произвести не можем. Поэтому мы записываем, что минус 3,75 не подходит по условию задачи. Значит, сколько же деталей в час изготавливает первый рабочий? 23 детали. Поэтому мы записываем это число в ответ. Значит, 23 детали изготавливает первый рабочий. Переходим к следующей задаче. На рисунке изображены графики функции f от х равная к х плюс b, которые пересекаются в точке А. Найдите абсциссу точки А. Ну, у нас есть первый график, у нас есть второй график. Нам нужно знать форму. Найдем первый график. Первый график я найду красивые точки, это узлы клеток, пусть это точка А, точка В. У точки А у меня координата минус 2, 1, 2, 3, 4, 5, то есть минус 2, 5. У точки В координата 1, 2, 3, 4, соответственно, минус 4, 2. У нас есть равнение прямой, проходящей через две точки. х минус х1, х1 минус х2, у минус у1, у1 минус у2. И подставим х1, у1, х2, у2. У нас получится х минус минус 2, это плюс 2, поделить на минус 2, плюс 4. Равно у минус 5, 5 минус 2. Получаем х плюс 2, деленное на 2, равно у минус 5, деленное на 3. Используя свойство пропорции, у нас получается 2у минус 10 равно 3х плюс 6. 2у у нас равно 3х плюс 16, а значит, у равен 3 вторых х плюс 8. Это уравнение нашей первой прямой. Уравнение второй прямой я найду вторым способом, решая систему. Кому-то, может быть, больше понравится этот метод. Также найдем точки красивые. Это точка С, это точка Д. У точки С координата 1, 2, 3, 4, 4, 1. А у точки Д координата 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 6. Уравнение нашей прямой. f от х равное. Кх плюс b. Берем первую точку С с координатой 4, 1. Это х, а это f от х. У нас получается, что единица равна 4к плюс b. Берем вторую точку. Точка Д с координатой 2, 6. У нас получается, что 6 равно 2к плюс b. И у нас получается система. Первое уравнение 4к плюс b равно 1. Второе уравнение 2к плюс b равно 6. Я вычту из первого уравнения второе. И у нас получится, что 2к равно минус 5. Значит, наше к равно минус 5 вторых. Но нам нужно найти еще и b. Поэтому b равно 1 минус 4к. То есть b равно 1 минус 4 мы умножаем на минус 5 вторых. 4 и 2 сокращается. Это 2. 1 плюс 10 получается, соответственно, 11. Значит, уравнение нашей второй прямой, но я выражу через у. k у нас это минус 5 вторых х и плюс 11. Это второе уравнение нашей прямой. Так как наши прямые первая и вторая пересекаются, на графике мы не видим точку пересечения. У первой прямой у нас уравнение у равное 3 вторых х плюс 8. У второй прямой у равное минус 5 вторых х плюс 11. Уравняем наше значение. Что у нас получится? 3 вторых х плюс 8 и равно минус 5 вторых х плюс 11. Приведем к общему знаменателю. Здесь домножим, соответственно, на 2, здесь на 1, здесь на 1, здесь на 2. У нас получится 3х плюс 16 равно минус 5х плюс 22. И в результате у нас получается, что 3х плюс 5х – это будет 8х равно 22 минус 16. Получается, что 8х у нас равен, соответственно, 6, а значит, х будет равен 6 восьмых или 3 четвертых. Но нам нужно записать ответ в десятичных дробях. Это будет 0,75. И это число, потому что нам нужно найти абсциссу точки причины, то есть они где-то там пересеклись, абсциссу точки А. И в бланке мы пишем 0,75. Переходим к следующему заданию. Найдите точку минимума функции у равен 1 минус 2х, умноженное на косинус х плюс 2 синус х плюс 4, которая принадлежит промежутку от 0 до π на 2. Мы знаем, что точки экстремума функции, точки максимума минимума, мы всегда находим через производную. Но для этого мы должны найти область определения нашей функции. Мы видим, что у нас нет никаких ограничений, поэтому все чисто, х в любое число. Теперь нам нужно найти критические точки. Это точки, в которых производная равна 0 или не существует. Для этого мы находим производную нашей функции, а затем приравняем ее к 0 и решим уравнение. Мы видим, что у нас функция не очень простая. Тут произведение, а здесь еще и сумма. Значит, у нас это у, а это в. Мы находим производную нашей функции. У нас получается 1 минус 2х штрих умножаем на косинус х плюс 1 минус 2х умножаем на производную от косинуса х. И плюс производная от 2 синусов х. Ну, а производная от 4 – это 0. Производная от 1 минус 2х – это будет минус 2 умножаем на косинус х. Производная от косинуса – это минус синус. Минус уйдет у нас вперед, соответственно. Эту скобочку мы так и переписываем. Ну, а производная от 2 синус x – константу выносим. Производная от синуса – это будет косинус. То есть будет 2 косинус x. 2 косинус x минус 2 косинус x у нас взаимно уничтожается. Минус занесем в соответственную скобку. Получается синус х мы умножаем на 2х минус 1. Вот наша производная. Приравниваем нашу производную к нулю. Мы знаем, что произведение равно 0, когда хотя бы один из множителей равен 0, а другой при этом не теряет смысла. То есть у нас получается два уравнения. Синус х равен 0. Это частный случай простейшего тригонометрического уравнения. Мы получим π, где n принадлежит z. И второе уравнение 2х-1 равно 0. То есть 2х равен 1. То есть х равен 0,5. Если посмотреть на семейство точек π, однозначно наши точки должны принадлежать промежутку от 0 до 1 на 2. Явно нам это семейство не подходит, потому что оно не принадлежит этому промежутку. Поэтому в данном случае только одна критическая точка принадлежит нашему промежутку. Рисуем прямую. Подписали х вверху. Как ведет себя производная, а внизу как ведет себя функция. Покажем наш промежуток от 0 до π на 2 точечки в КОТ. И 0,5. 0,5 принадлежит этому промежутку? Да, потому что π – это 3,14. Делим на 2. Приблизительно 1,57. Поэтому эту точечку мы закрашиваем 0,5. И вот у нас два промежутка. Нам нужно определить знак производной. Берем у' например от 0,2. Куда подставляем? Подставляем в нашу производную. Синус от 0,2. Это однозначно у нас получается первый четверть. Синус положительный. Поэтому у нас будет знак плюс. 2 на 0,2. 0,4. И минус 1. То есть тут отрицательно. Значит, у нас будет меньше 0. Значит, здесь минус. Функция убывает. Теперь мы возьмем у' от 1. Синус единицы – это однозначно первый четверть положительный. 2 на 1 и минус 1 – тоже положительное число. Поэтому здесь плюсик. Значит, наша функция убывает. Слева функция возрастает. Слева убывает, справа возрастает. Значит, наша точка 0,5 – это и есть точка минимума. И эту точечку мы записываем в наш бланк. 0,5.